Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И сегодня у нас как раз обещанное видео о прохождении цепочек квестов с Майей Дью. В первую очередь, да, я выяснила, оказывается, задание с Майей начинается на ферме грустной Дью. А я-то думала, что мы начнем свое путешествие из Морланда. Ну, я бы как бы сюда хотела, а может быть мы сюда и поедем. Кто знает, сам факт, нам вначале нужно на ферму грустных Дью. Ну, давайте посмотрим, может быть что-то изменилось в описании персонажа. Где Майя? Майя у нас здесь. Семейное положение невеселое. Сегодня мы узнаем, что же случилось здесь. Так, ну, тут в принципе ничего не описано, тут просто про саму Майю, что она дружелюбная, кто ее лучшая подруга, но я бы сказала, не подруга, но ладно. Так, у Майи нет магического дара, и она старается за всех сил, чтобы хоть как-то помочь защитникам Айден. Ладно, я уже собралась, поэтому мы поедем на забытые поля узнавать же, что случилось с семьей Майи. Так, вот мы и на месте. Вообще, когда я впервые приехала сюда, я была в шоке, что у меня здесь есть коневозка. Так, куда нам надо ехать? Сюда. А, ну да, проще ориентироваться, где народ. Ага. Ага. Ну-ка. Ферма здесь, похоже, она заброшена. Думаю, никто не будет против, если я осмотрюсь. Осмотрю заброшенную ферму. Так, ну давайте осмотрим. Жалко, тут нету кнопки скрыть всех игроков. Она бы очень сильно пригодилась во время обновлений. В амбаре повсюду паутина, но по следам видно, что сюда иногда заходят. Так. На доске есть записки, вроде бы их оставили недавно. В понедельник купить корм для кур. Среда, пасты и чревец. Пятница, кино с Алекс. Мило. Так, что тут еще? Или мы теперь сможем здесь жить? Ну, вообще, тут жить я бы не хотела. Кур недавно кормили. Куратник одной из немногих мест здесь, которые еще не обвешат. Не заброшено, в общем говоря. Так, что тут? Дом как будто вот-вот развалится. Здесь явно давно никто не живет. Иго-го-го-го. Откуда иго-го? Ну-ка. Где ты? Лагает-а. Так. Ух ты. Так, вопрос. У нас есть такая масть финской лошадки, да? Ээээ. А, вон и Майя, кстати. А ну, возвращайтесь, пушистые разбойницы. Ага. Ну, давайте помогать. Ай. Не загрузилась я еще. Давайте поможем Майе собрать овец обратно. Ой. Ну, вообще, мне уже как-то грустненько от того, что тут как-то все не весело. Что Майя, в принципе, я всегда считала, где я и у себя. Ну ладно. Дарья, это я, Майя. Как ты здесь оказалась? Мимо проезжала. Уверена, ты никак не ожидала встретить кого-то на такой запущенной ферме. Узнай о ферме грустных дью. Эта ферма принадлежит моей семье. Когда-то мы жили здесь, но сама видишь, вот во что она превратилась. На ремонт денег у меня нет. Жить здесь нельзя. Но я могу хотя бы присматривать за животными. Ты одна ухаживаешь за всеми животными, а как же твои родни? Мои родители в поисках работы вечно путешествуют по Юрвику. А порой и за его пределами. Они присылают деньги на корм для животных, но большего дать не могут. На ремонт здания денег у нас не хватит. А пока ферма в таком состоянии, жить здесь невозможно. Даже конюшни настолько ветхие, что там нельзя держать лошадей. Только подумай, юрвинская семья и без лошадей. И как бы я ни старалась, на наших полях не вылезает ни росточка. Опа, покажите. А, это из серии и есть ваши поля. Ладно. Но я не сдамся, когда-нибудь мы сможем вернуться и заживем здесь всей семьей. Я точно знаю. Но сначала нужно вернуть овец. У меня не было времени починить ворота загона, и без лошади я буду гоняться за ними целый день. Ну, тут и есть лошадка. Погоди-ка с тобой, благородный вихрь, тогда ты можешь помочь мне загнать овец. Овцы покладистые. Достаточно попросить, и они вернутся. Благородный вихрь. Надеюсь, ты не против второй наездницы. Помоги Майе вернуть овец. Так. Ать, вижу одну. Ну-ка, давай. Такую большую ферму продавали за бесценок. Надо было догадаться, что это неспроста. Когда мы поняли, что почва неплодородная, и не годится для посева, было уже поздно. Вот мы и остались у разбитого корыта. А. За мной поедешь? А можно всех овечек за собой водить? Даже на ферме Старщайн. Это было бы очень полезно. Так. Вот еще одна овечка. А, ты мне ничего не скажешь, да? Ну ладно. Эй! Бабочка! Не хочу бабочку, ну ладно. Раз я на тебя наткнулась. Да, я все еще не собираю бабочек ради продолжения сюжетки духовных наездников. Где все овцы? А сколько их всего? Семь! У меня три на хвосте. А где все остальные? Это-то-то-то-то-то-то-то! Так было овца, кажется! Стой! А, сложно! А, нет, это лошадь! А овцы где? Так, вот еще одна овца. Что такое? Ах ты, разбойница. А ну-ка, стой. Даже не смей. Вот даже не думай. Так, и что это было? Может быть, мне за ней поехать? Я не знаю. Я чувствую, это зря все. Ну, в смысле, моя логика если лошадь едет куда-то, подсказывая тебе, куда надо ехать, то нужно ехать за ней. Вдруг она просто так тут бегает? Я зря теряю время. Или у нас нет такой масти? Сложно. Не, мне кажется, она просто так тут носится. Да? Ну да, тут нигде нет никакой овцы. Я просто так потеряла тут с тобой время. Ай. Давай, першерон, тяни. Тяни, вытягивай меня отсюда. Так, у нас 4. 4 овечки. Где еще овцы могут быть? Здесь мы были. Может быть, за холмом? Ай. Ай-яй-яй. Не, ну я так не играю. Той. Иногда мне жутко не хватает навыка лошадей, как в Red Dead Redemption. Остановиться... О, овечка. Остановиться около пропусти. Это очень полезный навык, не позволяющий тебе разбиться и спрыгнуть со скалы. Так, и где последняя овечка? Или это как раз лошадка показывала, где последняя овечка? А ну-ка. Тут все... А, вот она. Как чуяла. Такой красивый край. Эти зеленые поля над рекой серебряной песни. Здесь столько всего можно сделать. Когда-нибудь мы счастливы заживем здесь вместе, клянусь. Так, пойдем. Пойдем, мальчик, пойдем. Шесть. Их семь. А вон еще одно. А, вот еще одно. Все замечательно. Тяжело жить вдали от семьи. Мои родственники живут на другой стороне острова с бабушкой и дедушкой. А я остаюсь на юго-западе Юрвика. Что сказать? Меня здесь кое-кто держит. Красней. А, Алекс. Мы знаем, кто тебя держит. Ай, ой, 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 ой. Я думала, надо на ферму их. Нет? Ну ладно. Так. Сколько народу? Шесть, пять. Да, все на месте. А, пять, шесть. Так, дайте почитать. Ты тоже видел одиноко бродящую лошадь в поле? Она не наша. У нас нет места для лошадей. Может, съездим вместе, и вдруг я ее узнаю. Возможно, она с фермы неподалеку. Отправься с Майей на поиски лошади, которую ты видела. Какая тут ферма неподалеку? А, ну, в принципе, тут много ферм неподалеку. К примеру, виноградники. Или ферма Ярдхейм? Нет? Так, лошадь, 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 лошадь. Так, давайте смотреть. Кобылицу. Это кобылка. Я, кстати, хотела такую себе купить, и, может быть, потом куплю. Но пока что хватает того, что есть. Вот и она, та загадочная лошадь. Хм, я ее не узнаю. На ней никакого снаряжения. Может, это дикая лошадь? Постой-ка, она как-то странно двигается. Может быть, она поранилась? Надо подойти поближе, тогда мы поймем. Медленно подойди к лошади. Чтобы успокоить лошадь, подойди и погладь ее. Ты должна спешиться. Не подходи слишком близко, пока лошадь не успокоится. О, мелодия классная. Как в Белли с Сарей покойной. Чуть не нажала. Ай-яй-яй-яй-яй. Я лучше подожду. О, все. У тебя получилась лошадь спокойная. И открывая анимация. Так, кто же ты такая? Лошадь не дает к себе подойти, но за насторожностью просматривается независимость. Так, кажется, она немного успокоилась. Теперь я ее как следует осмотрю. Осмотрю раненую лошадь вместе с Майей. Точно, как я предполагала, у нее какая-то лошадиная травма ноги. Ей требуется лечение, иначе она так и будет хромать. Если ты еще не подняла, я не эксперт по лечению лошадей. Может, ты знаешь, что делать? Ой, смотрите, я слышала про Глумена, которая забирает раненых лошадей. Кроме бетон лошади ногу отпустим. Отведем ее к Хью Шепарду на Южное Копыто. Ну, конечно, доктор Шепард точно знает, как ей помочь. Придется очень не спеша идти до самого Южного Копыта. Хотя можно взять фургон. Нужно попыстрее добраться до Южного Копыта. Не хочу, чтобы она страдала. Такая червашка, скажи же. Готова поклясться, что она ухмылялась, пока ты к ней подбиралась. Ты не против, если я на тебе поеду? Нам нужно к доктору Шепарду. Он осмотрит твою ногу. Не хочет. Ой, полегче. Все хорошо, мы желаем тебе добра. Тебе не обязательно нас везти. Можешь просто следовать за нами. Не поймала. Похоже, она та еще упрямится. Прости, благородный вихр. Придется тебе снова везти двух наездниц. Ой, знаете, благородный вихр такой большой, ему несложно. Так. Давайте, наверное, вернемся, когда я буду на Южном Копыте, потому что я, наверное, или можно коневозкой. Не, я сама добуду. Нет, знаете, я решила доехать на коневозке, и лошадь не заглючилась, с ней все нормально. Она поехала на коневозке вместе со мной. Ой, когда-то здесь было пусто. Так, мы вот приехали. Какие гости на нашем маленьком полуострове? Добро пожаловать. Кто это у нас тут, раненая лошадка? Попроси Хьюха Шепарда помочь раненой лошади. Здравствуйте, доктор Шепард. Дарья помогла мне найти эту лошадь. Она бродила возле моей фермы на забытых полях. Лошадь странно двигалась, и мы решили, что она ранена. Это нехорошо, но она пришла по адресу. Мы на ранчо спасения как раз помогаем раненым лошадям. Давайте-ка я ее осмотрю. О, ясно, я понял, что не так. Сама по себе травма несерьезна, но если не перевязать ногу должным образом, то чем дольше лошадь будет так ходить, тем будет хуже. Вы молодцы, что привели ее сюда так быстро. Спасибо, что мы осмотрели ее, доктор Шепард. Вы не знаете, как долго будет заживать? Сложно сказать, на сегодня оставим ее здесь, а там посмотрим. Всю ночь я наблюдать за ней не смогу. Но постараюсь проследить, чтобы она не навредила себе. Я доброволец, я хочу участвовать в играх. Это ты к чему, Майя? Я имею в виду, что готова остаться на ночь. Ну, чтобы присматривать за ней. Все равно мне завтра выходной. Мистер Морленд будет не против. Ты очень заботливая, она наверняка не откажется от компании. Похоже, она немного напугана из-за травмы. А вы знаете, кто ее владелец или как ее зовут? Нет, мы ничего не знаем. Она просто забрелась сегодня на мою ферму. Может быть, она тоже работала у кого-то на ферме. Из-за нее вся моя оттара овец разбежалась по забытым полям. Смешно тебе, да? Сама бы погонялась за ними. Так. Только не подождать до завтра. Пожалуйста. Дарью, у тебя есть минутка? Опачки, есть. Что касается поисков владельца этой лошади. Отправляйся на забытые поля. Кажется, у нее раньше была бирка. Наверное, оторвалась. Она помогла бы найти владельца. Вы не заметили какую-нибудь бирку, когда нашли лошадь? Попробуйте поискать ее на забытых полях. Вдруг найдется. Если найдешь бирку, отвези ее моей коллеге в Ярлхейме. Она поможет найти владельца. У нее это лучше получится, чем у меня. Удачи. Опа. Вот так-то-то-то. Как интересно. Ну что ж, возвращаемся на забытые поля. Итак, мы вернулись на забытые поля. И ищем бирку. Но у нас есть указатель на карте. Мы просто двигаемся на ту точку, куда он показывает. Где же найти бирку? Я буду искать дальше. Она должна быть где-то здесь. Найди бирку на забытых полях. Ой. Ну ладно. Ты не нашла ничего интересного. Я сейчас... Я вот уверена, что самая последняя точка, где я буду, это как раз место с биркой. Ты не нашла ничего интересного. Ой. Ну давайте. О, может быть здесь внизу? Лошадь же сюда бежала. Ты не нашла ничего интересного. А! Где она может быть? Может быть. Мне показалось, или я слышала музыку бабочки? Наверное, показалось. Соберем цветочек. Так. О! Где мы ее и нашли? Вот она. Нужно отвезти бирку-ветеринару в Ярлхейме. Ну поехали. Ой, вот мы и доехали теперь до Ярлхейма. А... Опа-чи. Сов. Соня? Или как? Соня, да. Что-то тут забыла. Тайна почти раскрыта. Привет. Что это ты принесла? Это бирка с именем лошади? Дай-ка я взгляну. Пью чай и все знаю. Какое классное название. Многолетний ветеринарный опыт подсказывает мне, что эта бирка принадлежит семье Ярлхсен. Поговори с Дорит Ярлхсен, пока она наверняка на своей тыквенной ферме на острове Падок. Поговори с Дорит... Ого. Я... Во-первых, вопрос, что тут делает Соня. Во-вторых, не думала, что финская лошадка может оказаться у семьи Ярлхсен с острова Падока. Ну, ладно, теперь мы едем туда. Сплошной перегон коней. Доехали мы до этой фермы, теперь узнаем, что же здесь. Ай-яй-яй. Бабуля. Пью чай и все знаю. Ох, моя спина. О, привет, деточка. Побег острова Падок. Ох, Даргий, я тебя не заметила. Нынче зрение мое уже не то. Спроси Дорит про сбежавшую лошадь. Так почему ты решила навестить старушку? Хочешь помочь с тыквами? Ветеринар из Ярхеми посоветовал мне сюда приехать. Ветеринар? С одной из моих лошадей что-то случилось? Все мои лошади здесь? Уж поверь. Подожди-ка. Нет, одной не хватает. А где лошадь сейчас? Она в порядке? Эм... Эм... Ага. На южном копыте? Как же она туда добралась? А, это ты ее туда отвела. Что ж, Хью славный малый. Он ей поможет. Тебе, наверное, интересно, как ее зовут? Ее имя Элли. Она сбегает с острова Падок при любой возможности. И отправляется гулять по Юрику. Где она только не бывала. И на Зеркальном болоте. И на станции лесничьих в Мистфоле. А как-то раз добралась до самого замка... Маршенгаст. Елки, мы туда еще не доехали, а там эта лошадь уже была. Настоящая лошадка-путешественница. Не любит подолгу оставаться на одном месте. И куда Элли забрела на этот раз? Эм... Так, она была, наверное, на полях. Ох, на этот раз она хотя бы недалеко ушла. Она же не бродила возле заброшенной фермы. Той, что принадлежит семье, которая укатила с Юрвика. Вот что я тебе скажу. Это место лучше обходить стороной. Ну, спасибо, что рассказала мне, где Элли и как она себя чувствует. Тебе не затруднит вернуть ее сюда, когда она поправится? Это было бы так славно с твоей стороны. Спасибо. Зачем тебе лошадь, бабуля, которая сбегает постоянно? Куда мне теперь? Ай, обратно на ранчо спасения. Ну, хорошо, вернемся туда. Фух, с этими транспортировками хорошо, что я успела подзаработать шиллингов на прокачке лошадей. Потому что гоняет вообще туда-сюда, туда-сюда. Итак, где лошадка? Лошадка здесь. Ай! Открывайся. Ой, сейчас чувствую, моя расстроится. Хью сказал, что лошади нужно остаться на ночь. Возвращайся утром, посмотрим, может, ей станет лучше. Нет, я не хочу ждать. Нет, нет, у меня есть СК. Я уже не десятый уровень. Я 21-й. Я уже имею много лошадей, много СК. Я имею право оплатить себе ночлег. Я хочу ночлег. А, кстати, скачки обновились, которые я утром проходила? А, скачки вроде не обновляются, насколько я помню. Так, ну ладно, я хочу, хочу. Ты можешь переночевать, да-да-да. О, боже мой! Последний раз я это делала года три назад. Четыре? Мне кажется, я ночлег последний раз покупала четыре года назад. Купить я не могу ждать. Я хочу узнать концовку этой истории. Это не сюжет. Вот сюжет я готова потянуть. Здесь не хочу, не буду ждать. Я хочу узнать все прямо сейчас. Это прекрасный новый день. А люди все те же самые тут бегут. Итак, где? Вот. Надеюсь, больше покупать не... Ай, не придется ночлег. Так. Ага, лошадку вовсю носится. Ну как, удалось найти владеец лошади? Эээ, да? Значит, это лошадь Дорит Ярлсон, а зовут ее Элли. Но мы с Элли за ночь успели узнать друг друга получше. Правда, девочка? Ну че, какая хорошая. Как прошел разговор с Дорит? Я не могу сказать, что она очень сильно удивилась. Рассталось то, что сбежала. Кажется, Дорит не в состоянии следить за своими лошадьми. Эээ, не-не-не-не-не. Эээ, я хочу последний. Эй, Дарья, не будь так сурова. Но в твоих словах есть доля правды. Раз Элли умудрилась добраться аж до моей фермы. Элли все никак не угомонится. Она с самого утра носится как безумная. Кажется, ее что-то беспокоит. Может, ей не нравится, что ее держат в загоне? Постой, похоже, она сейчас... Тыг-дыг. И до свидания. Может, самое время, потому что Элли все время сбегает? Спасибо, что рассказала, Дарья. Правда, поздновато. Мы об этом узнали. Ее нужно догнать. Опять верхом на мне. Опять верхом на мне. Ну, правильно. Благородный вихрь же. Большой и тяжелый танкер. На нем можно кататься хоть втроем. Да и тем более лошадь-то на самом деле... Бустрая-то такая, быстрая. Да погоди ты. Куда ты так несешься? Куда же ты нас сейчас заведешь, а? Ой, давай. Догоняй ее. Куда она так сбегает? Причем вот явно она куда-то конкретно бежит. Может быть, у нее где-то семья. Может быть, где-то ее родина. Вообще, откуда у Доры Дьярусовны? Зачем она ей нужна? Она шайеров продает, а теперь еще и арабов с пентабианами. Зачем ей понадобилась финская лошадка? Что, мы к центральному дереву бежим, нет? А почему? Я думала, мы туда. Ой. И почему Дорит Янсон сказала лучше обходить заброшенную ферму стороной? Слишком много вопросов и пока что мало ответов. Мне становится все интереснее и интереснее. Так. Ну, давай, давай, давай. Где финиш? О. Прископ. Давай ты не будешь бросаться со скалы. Ох, беда. Там же столько утесов. А я о чем? Я только что это сказала. Только без резких движений, Дарья. Может, ты снова попробуешь к ней подойти? Ну, давай, я попробую. Эй, мой-мой-мой, стой. Постой, она отступает к обрыву. Элли, пожалуйста, доверься нам. Мы просто хотим помочь. Лучше тебе с ней поговорить, моя. Я? Я должна с ней поговорить? Но мы, конечно, узнали друг друга получше. Ладно, попробую, была не была. Значит, тебя зовут Элли. Симпатичное имя для такой симпатяги. Тише, тише, не злись. Ты не симпатяга. Ты суровая, крутая и загадочная. Ага. Вот так, на это я и рассчитываю. Уговаривать тебя мы не будем. Но если ты пойдешь с нами, мы не обидим. Конечно, ты сильная и независимая лошадь. И в людях не нуждаешься. Не нуждаешься. Но знаешь, всем иногда нужно дружеское плечо. Или загривок. Она левела? Зачем? Эй. Сядь ты уже на своего велика. Так. Уф, это было опасно. Меня все трясет. Теперь мы пришли к пониманию. Да, Элли? Вернись к Хью. Надо возвращаться к Хью. Благородный вихрь. Надеюсь, ты не против, если я снова на тебя прокачусь. А лошадь мы здесь оставим, да? Ну ладно. А почему Элли с нами не идет? Я-то думала, я ей понравилась. По-моему, она хочет тебя отвезти. Правда? Точно. Мой суровый, могучий, четвероногий рыцарь. Не согласишься ли ты понести мое изможденное тело на себе? Какая прелесть. Кстати, она и очень сильно подходит. На вид ты суровый, но на самом деле ты просто душка. Хе-хе. В ясные дни отсюда ты далеко... Так далеко видно до самой поны. Видишь там ферму на другом конце зеркального болота? Так, 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 давай, давай, давай. Мне интересно. Я жила там в детстве, пока Джет, пока они все не испортили. Все? Где подробности? Мне нужна та ферма. Я хочу там жить. Я хочу там тренировки проводить. Я хочу там, я не знаю, школу верховой езды открыть. Наша ферма на восточных склонах была огромная. У нас было столько счастливых животных, колосящиеся поля. Был даже виноградник. А потом все пошло под откос. А что случилось? Я так понимаю, до самой фермы она будет там что-то рассказывать, и я не хочу это пропускать. Поэтому давайте все-таки посмотрим. Началось с полей. Урожаи зачахли и превратились в пыль. Затем животные начали умирать одно за другим. А когда мои родные заболели, мы поняли, что-то не так. Мы были так больны, что не могли вести хозяйство, хотя от него и так уже почти ничего не осталось. Тут и нагрянули джет. У нас не было выбора, пришлось продать ферму за гроши. Я точно знаю, что в упадке нашей фермы виноват джет. Они уже давно хотели выкупить эту землю. Но доказательств у меня нет, поэтому обращаться в суд бессмысленно. Но мы можем только жить дальше. Ух, это джет. Все это из-за этого джет. Присет всю камеру. Я надеюсь, мы вернем эту ферму. Пожалуйста. Слушай, спустя столько лет мы вообще узнаем, что случилось с этой фермой. Потому что раньше это было одной из самых загадочных территорий, на которой ни NPC, ничего не было, да еще и в заброшенном виде. А тут нам рассказывают, с чего все началось, чего, где и как и почему. Все хорошо, я так испугался, когда внезапно сорвались с места. Но кажется, обошлось без происшествий. После наблюдения могу вас заверить, эта травма Элли не такая серьезная, как казалось. Я хотела еще понаблюдать, но по моему экспертному мнению, эта кобыла может возвращаться домой. Она так улепетнула отсюда, что никаких сомнений не осталось. Ура, Элли, ты слышал, тебя официально выписывают из лошадиной больницы. Эх, это раньше спасения. Ну, выходит, тебе пора возвращаться домой, Элли. Ой, не расстраивайся, мы прощаемся не навсегда. Я буду навещать тебя на острове Падок, обещаю. Все равно крутит лошадка, мне не хочется ей туда ехать. Ой, ну, опять к невоске. Так, снова мы здесь, куда нам, к бабуле, наверное. Бабуля! Да. Светлое прощание. А, это опять ты, и ты привела подругу. Погодите-ка, это Элли? Да, это Элли. Проклятие дьявольского ущелья. Что? Дарья, спасибо, спасибо, что вернула непосредливую лошадку. Поговори с дурой. Поехали, Элли, пора возвращаться домой. Дурой наверняка так скучает по тебе. Я вот точно буду скучать. Батюшки, ты проехала весь этот путь верхом на Элли? Она с самого рождения никого не подпускала к себе. И уж тем более не катала. Где ты живешь, деточка? Это ты проживаешь на той проклятой земле на забытых полях. Простите, вы сказали проклятой? Может, наша ферма и обвет шала, но вам не обязательно ее обзывать. Нет-нет-нет, ты не поняла. Ваша ферма находится прямо у дьявольского ущелья. Злосчастной воронки, где гнездится тьма. Ух ты. По легенде, в дьявольском ущелье жили загадочные святые женщины, которых называли Ваула. На протяжении веков они вынажидают, кайпя злобу на Джона Ярла, который уничтожил их драгоценных хранителей жизни и лес на забытых полях. С каждым днем проклятие становится сильнее, и пока его не развеют, эта земля останется непригодной и будет оброчена до конца веков. Но это, конечно, только легенда. Как вы знаете, на Йорвике рассказывают много сказок. Майя, на тебе лица нет. Все хорошо? Да, все отлично. Просто пытаюсь переварить. Ну, проклята она или нет, я сделаю все, чтобы наша ферма снова стала пригодной для жизни и процветала. Мы сами выбираем свою судьбу. Ты сама прекрасно это знаешь, да, Дарья? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Эээ... Фу, фу. Что за варианты? Они подходят друг другу, как пиццы и ананасы. Нет. Их нельзя разделить, они неразлучны. Что ж, тогда мне остаётся только предложить тебе забрать Элли. Правда? Вы хотите, чтобы я заботилась об Элли? Спасибо. Заботилась? Деточка, я дарила её тебе. Очевидно, что вы двое хорошо подружились. И потом Элли такая лошадь, которую всё равно не удержать. А у тебя на ферме столько места, что ей придется по нраву. Фух, столько информации. Забытые две фермы, дьявы из Крущерки. Не верится, у меня будет лошадь. Или это я ее человек. Как бы там ни было, я ужасно рада. Нам пора возвращаться на ферму. Проклята она или нет, это мой дом. Ну, то есть я постараюсь сделать из нее настоящий дом. Кажется, Элли хочет показать, на что она способна. Дарья, как насчет небольшого состязания? Поехали на перегонки до фермы. Прокатись с Майей и Элли на перегонки. Ну давай. Поехали. Здесь я никуда не врежусь, не потеряюсь и не поиграю. Хочется как-то с первого раза тут все пройти. Ай-яй-яй-яй, давай. Выворачивай мой большой танкер. Вообще, действительно, теперь у меня еще больше всяких... Ой, а тут всегда эти палочки лежали? Или это только на эту гонку? Еще больше вопросов. То есть, странно как-то... Хотя нет, я, кажется, догадываюсь, у кого родители Майи купили ферму. Я думаю, это у мистер... Ай, я забыла! У мистера Кембеля. У мистера Кембеля, мне кажется, они купили эту землю, и он сделал примерно то же самое, как с заброшенным, сгоревшим домом в лесу. Тут, ладно, все понятно. С джет тоже все... Хотя нет, вот с джет ничего не понятно. Мне кажется, явно минерал, который джет ищет, он не должен был быть на территории фермы Дью, которая находится в Апоне. Но, вот сейчас я начала задавать сама себе вопрос, я сама себе на него уже ответила. Но они, наверное, выкупили землю Дью, чтобы не было свидетелей и не было лишних вопросов, так как они занимались крупным бурением на скале неподалеку от фермы. А вот Девольское ущелье, это значит, что потом у нас будет сюжетная линия, и мы будем открывать это ущелье и пытаться развеять многовековое проклятие. Мне это интересно. Очень интересно. Вообще, я не думала, что эта ферма может быть проклята. Уж если уж на то пошло, то почему не Ярлхейм проклят? Там, по сути, наверняка тоже вырубили лес. Ворота в Дьявольское ущелье ведут именно из Ярлхейма. Тут-то каким боком оно связано? Где? Я потерялась. А-а-а! Ау. Вот ты где. Все, финиш. Е-ей. Чуть на финише не проиграла. Почему никто не рассказал, как это классно, скакать на собственной лошади, чувствовать, как свистит ветер? Ух! Наконец-то мы вернулись. Эля, теперь это твой дом. О-о-о, нагавочки! Нагавки с счастливой Дью. Поговори с Майей и Элей. Что ты постоянно ложишься? Ну и приключение навыпало. Скажи, кто бы мог подумать, что так будет? Сначала эта строптивая кобылка распугала моих овец. А теперь это моя милая лошадка. Прости, Эля, я хотела сказать, мой крутой скакун. Хе-хе, смешно. Хе-хе. Я верю, что ферма ждет светлое будущее. Может, мы не скоро поселимся здесь снова, но я продолжу присматривать за этим место. Дарья, нам нужно чаще видеться. Сегодня было так весело, вот бы этот день не кончался. Ты приедешь меня навестить? Можем устроить гонки или просто покататься. Или устроить пикник. Э-э-э-э. Хе-хе. Хе-хе. Ну ладно. Да. Ура! Слышишь, Эля, у нас появились лошадиные друзья. Ну, мне пора возвращаться в конюшню Мурланда. Боюсь, мистер Мурланд не справится совсем в одиночку. Дарья, благородный Вихар, спасибо вам, что составили нам компанию. Надеюсь, мы скоро увидимся. Ага, теперь у нас открыты аж две. Два задания на репутацию. Это пикник с Алексой Майей и поездка верхом с Майей и Элей. И задания мы можем брать у Майи и у лошадки Элей. Фух. Долгое вышло видео, но все, мы завершили эту цепочку. Дальше я буду прокачивать репутацию с этими милыми друзьями. С классной лошадкой Элей и с Майей. Это так интересно, и я хочу узнать, что же будет дальше. Потому что это нереально заинтриговала меня сюжетная линия. Так что на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!